Совсем немного времени остается до начала нового учебного года. К первому сентября активно готовятся и педагоги, и родители, и ученики. Сегодня за круглым столом обсудим, что ждет учеников и учителей в новом учебном году. Поговорим об изменениях и перспективах. Знакомимся с гостями. Сегодня у нас в гостях заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтина Николаевна Федорова. Здравствуйте. Добрый день. Директор Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий Леонид Викторович Белов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Директор Чебоксарской школы номер 12 Елена Алексеевна Мочилова. Добрый день. И глава района, председатель собрания депутатов Цивильского района и директор Цивильской школы номер 1 Татьяна Владимировна Баранова. Здравствуйте. Добрый день. Итак, в самом начале немного цифр. Давайте поговорим, сколько школ в Республике откроют свои двери. В этом учебном году на территории Республики 441 школа откроет свои двери для наших детей. И первоклассников придет у нас чуть больше 15 тысяч, а всего будет обучаться образовательных организаций 137 706 учеников. Это больше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас образовательных организаций обучались 134 525 ученика. Хорошо. А как тогда школы Республики и учебные заведения готовились к приему детей? Какой объем работы? Что было сделано? Какие-то новые классы, может быть, открылись у нас? Из разных бюджетов Чувашской Республики, из муниципальных бюджетов, из республиканского бюджета на ремонт образовательных организаций была выделена достаточно большая сумма денег. Это 845 миллионов рублей. Данные средства были направлены на ремонт спортивных залов, на ремонт школ, капитальные ремонты, на приведение в порядок в образовательных организациях пожарной сигнализации, учебных кабинетов. И была создана межведомственная комиссия, которая проверяла образовательные организации к началу нового учебного года. В данную комиссию вошли работники ФСБ, МЧС, Росминистерства управления образованием. И такая вот большая комиссия проверяла готовность образовательных организаций к началу нового учебного года. Те замечания, которые были, они были устранены. И на сегодняшний день мы пока смело говорим о том, что школа готова к приему наших детей. Ну, я думаю, более подробно о подготовке учебных заведений расскажут сами руководители этих образовательных организаций. Ну, пожалуйста, кому слово, кто? Ну, Алексей Николаевич, про общеобразование школы. У нас среднее профессиональное образование тоже серьезное внимание уделяется. Вот последние 3-4 года колоссальные деньги именно нашему звену среднее профессиональное образование выделяют. Например, в этом году только из 7 миллионов мы четыре здания перекрыли кровлю. Давно не ремонтировали в нашем учебном заведении. Более полвека уже стоят они. Дальше мебель обновили в всех столовых, пластиковые окна. Но сейчас большое внимание уделяется безопасности. И мы получили более 3 миллионов. Мы сейчас на аукцион выставили систему СКУД, систему контроля и учета доступа, привязанное к видеонаблюдению. Ну, серьезно, колоссальные сейчас суммы выделяют на обеспечение благоприятных условий, санитарно-генетических условий для обучения, для проживания детей. То есть студенты увидят разницу большую, да? За лето был проведен большой объем работы. Совершенно согласен. Вот мне бы хотелось еще и родителям посоветовать. У нас 27-го, 28-го, 29-го родительское собрание, обычно во всех техникумах, пройтись по кабинетам, посмотреть и оценить. Особенно сейчас учебные кабинеты изменились. Очень здорово. Это как небо от земли, что в 2013 году было, когда мы как техникум статус получили. И сегодня. Вот мы не успели еще на баланс поставить оборудование учебное, на полтора миллиона получили для каменщиков и плиточников. Самое современное, даже импортное оборудование. У плотников и Стуловское, КНАУСкое оборудование для мастеров сухого строительства. Для автомехаников сейчас на подходе уже где-то около на 5 миллионов. Оборудование только идет. Совершенно другие учебные заведения у нас сейчас. То есть оснащение это вот что увидят студенты? Как они заметят? Какую разницу увидят? Это и практику можно там проходить, и теория? Для теории все есть? И для теоретического обучения, и для практического обучения все есть. Любой техникум сегодня зайти. Вот Татьяна Владимировна не даст соврать, она глава цивильского района. Собрание, да? И в курсе цивильскими техниками. Сейчас там какое только оборудование, техники нет. Все привязано к ГЛОНАССу. Трактора бегают на весное оборудование. Есть на чем обучать. И у нас тоже сейчас. Но вот специальность мы сейчас вводим. Набираем 25 человек в этом году. За 8-25 это монтаж и наладка электрооборудования. Вот на 2 миллиона сразу стенды мы закупаем. То есть мы нужны сегодня работодателям. И с учетом этого востребованности профессии сегодня министерство нас обеспечивает. С бюджета колоссальные деньги идут. Я думаю, отдача будет. И топ-50 это востребованная профессия. В каждом техникуме сейчас мы нацелены обучать именно по этому перечню. Перечню самых наиболее востребованных профессий. У нас 37% студентов обучается. А в 2020 году мы должны довести до 50% студентов, обучающихся по этим профессиям. Поэтому министерство и инвентаризацию профессий и специальностей провели. Мы сейчас от ненужных, от невостребованных профессий и специальностей уходим и вводим, получаем лицензии именно востребованные специальностями и профессиям. И под эти профессии и оснащение идет. Не только мебель, кровати, душевые ремонтируем, кровли ремонтируем. Большой оценок делается на оснащение учебного оборудования. Вот в этом году нам всем техникам, наш ведущий издатель Академии учебных, они учебные пособия издают и учебники, и заказывают, и поставляют. Нам они открыли всем в Чувашской Республике техникам доступ к электронным учебникам. Это колоссальная поддержка, со стороны министерства это было. У нас сегодня каждый студент, каждый имеет всем учебникам, которые нам нужны. Но в следующем году, наверное, тут коммерческая составляющая вопрос будет, возникнет, но будем оплачивать услуги. То есть сегодня не просто бумажные учебники закупаем. Мы 100% обеспечены не только нашим техникам, учебным пособиям, но и сегодня востребованы именно электронные учебники. Детям ближе. Электронные, вот именно элементы цифрового образования. Сегодня даже простая техника, она компьютеризированная. Недавно закупили КНАУСКО машину по подготовке, раствор, да, раствор и мешалка по-другому. Но там напичкано маленький компьютер. Все датчиками. Роботы штукатурные. Поэтому и педагогам приходится тянуться, повышение квалификации. Вот как раз вопрос. Педагоги успевают за такой современной техникой, потому что, чтобы научить кого-то, сначала нужно самому научиться. И не будет ли простая техника слишком сложная или у вас просто налажено? Чтобы не простаило качество, не хромало подготовки. Учителя, преподаватели сегодня проходят очень интенсивный переподготовок, повышение квалификации. И не только в нашем учебном заведении. Вот, например, летнее время технику питания и коммерции. Все лето там повышали квалификации со всей России. МЦК, электромеханический колледж, там тысячи и тысячи в прошлом году со всей России прошли. И наши 113 человек прошли повышение квалификации. То есть лето такой жаркий аппарат для педагогов. Они как раз учились и теперь готовы уже все оружие принимать. И занимаемся круглый год. Потому что требует время освоения новых компетенций педагогам. Просто прочитать лекцию, выписки, картинки. Показать невозможно. Сегодня дети совершенно другое. И мы привлекаем к молодых. За три года 17 молодых педагогов пришли. Это нас радует. У нас был самый старый контингент в нашем технике. 49 лет средний возраст. А за три года 43 средний возраст педагогов. В этом году еще 4 молодых педагога придут. Это нас радует. Отдадим слово вашим коллегам. Елена Алексеевна, расскажите, как ваша школа готовилась к новому учебному году? В этом году мы проделали большую работу. Проведен косметический ремонт кабинетов, рекреации в школе. Ну и заменяется противопожарная сигнализация. Выделили средства более полумиллиона на замену. Работы совершаются. Большой ремонт сделали в кабинете физики, который давно ждали дети. Новая мебель ждет. Много у нас в этом году учебников новых получат дети. Учащиеся первых, четвертых классов полностью получат новые учебники. И, наверное, их ждет новые кружки, новые учителя. В связи с тем, что у нас в этом году увеличивается количество обучающихся и новые педагоги. На сегодняшний день в школе вакансий нет. Все полностью оснащены. Ну, я думаю, что все, что увидят дети и что ждут их просторные классы, хорошие учителя, я думаю, будут дети довольны. Спасибо. Как в Цивильске дела обстоят? В Цивильском районе 28 образовательных учреждений. Все они прошли традиционную комиссионную проверку готовности к новому учебному году. Все 28 учреждений готовы принять 3500 детей. Из них 428 школьников-первоклассников в нашем районе. У нас небольшой на 50 человек, но все-таки рост по сравнению с прошлым годом. Проведены в школах косметические, капитальные ремонты. В основном направление затрат было направлено на противопожарную безопасность, антитеррористическую безопасность. Оборудован в одной школе в рамках программы спортивный зал. То есть мы готовы принимать детей, затратив 7 миллионов бюджетных, только местного бюджета денег на подготовку к новому учебному году. Самым главным событием Цивильского района в этом учебном году станет, конечно, открытие новой школы. Школа, которая построена на 7 гектарах, площадью 18 тысяч квадратных метров. Занятия начнутся в ней 1 сентября. На тысячу мест по проекту. Сегодня готовы тоже принять детей. Я бы сказала, что школа построена в рамках программы обеспечения новых мест образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации. В рамках программы развития образования Чувашской Республики. В рекордно короткие сроки, потому что от первого кирпича до сдачи школы прошло всего 8 месяцев где-то. Но на данный момент школа полностью соответствует всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Не считая того, что в каждом учебном классе у нас есть интерактивное оборудование, компьютерная техника, необходимое по перечню Министерства образования России, наглядные пособия, учебные пособия. Кроме этого, замечательные условия для профильного образования, профильного обучения. Инженерно-техническое образование представлено, во-первых, полной комплектацией вплоть до цифровых лабораторий кабинета физики, трех компьютерных классов с робототехнической лабораторией, возможность проведения групповых занятий от 6 до 17 лет вплоть до джиннелл-скилл с определенных направлений робототехники, в том числе 3D-моделирования. Кроме того, у нас монтируется в данный момент уже на последней точке кабинет астрономии, поскольку астрономия была введена в прошлом году с внутренним планетарием и телескопами. То есть мы готовы сейчас начинать в этом направлении тоже работать. Для химико-биологического, медицинского направления также созданы все и программное обеспечение, и цифровые лаборатории, и полный комплект оборудований для практической деятельности детей, то есть для проектов. Кроме того, проектные деятельности направления у нас можно развивать будет в этой школе. По творческому процессу у нас есть своя телестудия, есть издательский центр. Мы готовы к музыкальному направлению, потому что у нас замечательный оборудованный актовый зал, кабинет музыки. Спортивное направление. Практически можно заниматься 14 видами спорта в школе, полностью обеспечены инвентарем для этого. И местом проведения, и плюс хореография. Безусловно, условия очень играют важную роль в реализации федерального государственного образовательного стандарта. В первую очередь, это система безопасности современная, которая смонтирована по последнему слову техники в образовательном учреждении. Это организация питания. Это столовая на 330 мест. С технологическим, хорошим, современным технологическим оборудованием. Это, кроме того, медицинский кабинет, который тоже оснащен по последнему слову требований к медицинским школьным кабинетам. Мы чуть больше тысячи детей на сегодняшний день у нас, потому что новый микрорайон развивается. Желающие прийти в школу есть. Я думаю, что школа оправдает вот те большие затраты, которые сделала Российская Федерация и правительство Чувашской Республики при поддержке. Это около 600 миллионов рублей в проект вместе с дооснащением. Вот такое у нас главное и важное событие в Цивильском районе в этом году предстоит. И решили проблему со второй сменой. Да, решили проблему со второй сменой и в городе решена в связи с реализацией вот этого проекта замечательного строительства новой школы. Ну, я думаю, что и родители с хорошим настроением, и дети нацелены уже учиться в новой школе только на пятерки, потому что это же влияет обязательно условия, в классы, что-то новое. Очень интересно у вас. Я думаю, что мы обязательно к вам приедем, и 1 сентября пусть у вас будет большой праздник тогда, как и в остальных учебных заведениях, конечно. Но кроме того, что школы готовятся внешне, проводятся ремонты, а педагоги, кроме этого, проходят обучение и готовятся к традиционной августовской педагогической конференции. Вот давайте об этом немножко поговорим. Тема форума масштабного, такого, республиканского, ежегодно меняется, всегда там вопросы поднимаются очень актуальные, своевременные. Ну, на что будет сделан акцент в этом году? Давайте немножко так завесу тайно приоткроем. В этом году августовская конференция, она будет проходить немного в другом масштабе. Мы будем работать с 20 по 23 августа. Будут задействованы все педагогические работники и администрации образовательных организаций. Мы приглашаем для работы в секциях, у нас будет более 40 секций работать в это время. Будем приглашать экспертов из других субъектов. И в то же время у нас будут задействованы и техникумы, будут работать площадки в техникумах во всех муниципалитетах Чувашской республики. То есть у нас будут и кустовые совещания, но пленарное заседание будем проводить 23 числа. И тема – это у нас основные стратегические ориентиры системы образования Чувашской республики. Буквально в мае месяце был подписан указ президента Российской Федерации. И поставлена задача очень такая глобальная. И ставится задача, чтобы система образования по качеству образования входила в число 10 стран мира. И была конкурентоспособной. И поэтому на сегодняшний день разрабатывается проект образования. Будет буквально на днях принято. И те подпрограммы, которые в данной национальной программе – это 9 подпрограмм. И буквально уже в 2018 году они начнут разрабатываться. И будут внедряться. И, соответственно, будет очень много новшеств. Это коснется и образовательных организаций, и педагогов, самих детей, и даже родителей. То есть задача поставлена, чтобы все субъекты процесса образования были охвачены вот этим национальным проектом. Мы к этому готовимся. На конференции, педагогической конференции, конечно, будут вот эти задачи все озвучены. Будет выступление министра образования Александра Шестипанчу. И в то же время мы наградим, конечно, наших передовых педагогов. Без этого, конечно, мы не останемся. Я надеюсь, что все участники конференции получат очень много полезной информации и будут его использовать в своей деятельности. И, конечно, конференции будут и на уровне муниципалитетов. Те задачи, которые мы поставим на республиканском уровне, они обязательно будут рассмотрены и на муниципальном уровне. Конечно, для каждого педагога, для директора, для заведующих детских садов это событие. Потому что основные направления, тенденции, задачи они именно получают на данном мероприятии. Ну, давайте спросим, как вы принимаете участие в конференциях? Обязательно. Расскажите, вот это опыт, это обмен мнениями, это встреча. Это такая ежегодная традиция, мне кажется, очень добрая, когда на Новый учебный год настрой получают именно все педагоги республики. Встречаются они со всеми своими коллегами, опытом делятся, это очень интересно. Но в связи с тем, что еще дети с ограниченными возможностями здоровья к нам поступают, обучение проходит накануне вот этих как раз. Есть и обучение, курсы проходят учителя. Фактически весь коллектив должен это пройти. Вот, я думаю, что эти конференции очень нужны и готовят нас к первому сентябре. То есть тема этого года, это прям вот очень серьезная, масштабная. Вот расскажите, с какими мыслями идете туда? Мыслями тем, что новые наставления получим, во-первых, новые программы, они дадут нам возможность ставить другие цели, цели, которые на последующие годы как нам, направления нам дадут. Думаю, что полезно. Потому что нам нужно войти в десятку, это такая амбициозная, очень, действительно, цель, да, и работы будет очень много. Вот как, тоже наверняка, каждый год выезжаете, приезжаете. Я хочу сказать, что наше Министерство образования Чуварской Республики, оно очень актуальные вопросы всегда берет. Для обсуждения вот этого хорошего, знаменательного форума, ежегодного форума педагогов, всегда меняет формат, форму проведения для того, чтобы как можно больше педагогов могли прочувствовать вот эти глобальные задачи, которые ставятся фактически перед всеми. Не только перед руководителями образования разных уровней, но еще и перед каждым педагогом, который на своем месте как раз и реализует все эти программы. Вот я считаю, что наши педагоги, они очень с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, в которых мы в Цивейске всегда активно участвуем, мы и сами принимаем, когда нам дверяют, конечно, какие-то форумы, то есть определенные секции вот этих совещаний наших республиканских. И самое главное, что они очень сильно мотивируют и дают импульс для дальнейшей работы, продуктивной, конструктивной работы, ну и понятно, что на результат, который отражается на наших детях на результатах образования Чувашской Республики в целом. Мне кажется, за последние годы именно вот эта педконференция, она претерпела такие изменения, стала обширнее, несколько дней, во-первых, проводятся, и было несколько секций. В прошлом году было очень масштабно, мы делали даже серию репортажей. Как у вас впечатления? Вот Алексей Николаевна уже сказала, три дня будет у нас продолжаться работа. У нас одна из секционных площадок на нашей базе, это 22-го. Но тему мы выбрали профориентацию, это самоопределение выучающихся. А сколько вы планируете охватить педагогов на этой площадке? Где-то 150 человек у нас вместимость. Мы программы разработали, выступающие у нас очень интересные люди, директор Аквантуриума. Это очень современный инновационный такой центр профориентационной работы. Мехатроник, электроник, информатика – это самая популярная профессия. Вот там, побывав, послушав директора, приведя туда детей на эту базу, можно определить, кто будет там заниматься по той или иной профессии. Дальше мы пригласили центра занятий, казенное учреждение, который подчиняется Минтрудом. Пригласили руководство 40-й школы, с кем мы взаимодействуем. Ну и наши преподаватели, педагоги поделятся опытом. Потому что из таких школ, вот хорошая Татьяна Владимировна из вашей школы, из вашей школы, у нас 50% выпускников 9-го класса, они же к нам придут. Это у нас было 50-56, вот так. Ну, я думаю, в этом году тоже половина девятиклассников. Но есть еще дети, которые после 11-го класса, ну, у кого-то по баллам не прошли, они тоже к нам придут. И нам важно, чтобы дети с помощью учителей и родителей правильно свою судьбу, профессию выбрали. И мы хотим преподавателям показать, положить на опыт, как помочь молодому человеку найти себя именно в профессии. Ведь нелюбимая профессия – это несчастье на всю жизнь, переобучение, оно всегда связано определенными трудностями. Это тяжело. Надо все делать вовремя. Молодые будут учиться, потом уже трудиться и повышать свои компетенции. Поэтому темы, я считаю, наши секционные площадки актуальны. Я всех педагогов приглашаю к нам. 22-го. Мы вас всех ждем. Хорошо. Какие еще площадки, какие базы будут задействованы? У нас все техникумы будут площадками. У нас площадками будут… Самая, наверное, большая площадка, где будут множество секций, это институт образования, повышение квалификации у нас. Это у нас и учреждение до образования. Везде модераторы мы будут выступать, сами руководители. И выступающими мы приглашаем именно практиков. То есть в этом году формат будет таким. Не лекции будут читать, не, скажем, не наставления давать, а каждый будет конкретно делиться опытом, рассказывать, как это можно использовать. То есть это еще и попробовать можно будет. Да, каждый может быть свое мнение. И задача у нас поставлена, чтобы те предложения, которые будут поступать от коллег на этих секциях, мы их будем в дальнейшем обязательно использовать. Не просто так поговорили и разошлись. Поэтому задача поставлена, чтобы все вот эти предложения страны, участников, работников вот этих секций, мы приняли, проанализировали и их внедрили. А материалы педконференции потом во что-то? На сегодняшний день на сайте Министерства образования есть баннер, где уже в электронном формате размещаются площадки, кто там будет выступать. Обязательно потом все это и в электронном формате, и в виде брошюрок мы направим в муниципалитет. Обращайтесь ли вы вот к таким вот баннерам на сайте, как часто бываете? То есть собирается колоссальный педагогический опыт. Я знаю, что наши педагоги очень любят находить какие-то новые формы работы с детьми. Вот просто есть ли доступ ко всем вот этим вот материалам потом? Есть, конечно. Вы пользуетесь? Пользуюсь. Пользуюсь. Очень активно. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после нее продолжим. Ну, одна из актуальных, конечно, тем, которая будет наверняка и на педконференции озвучена, это кадры, обеспеченность школы. Это проблема, которая о нехватке учителей в российских школах говорят не только в Чувашии, не только в республике. Как у нас обстоят дела в преддверии нового учебного года именно с кадрами? Поделитесь. Наверное, был такой момент, когда выпускники наших вузов не пошли в школу. Был такой момент. Если даже посмотреть по цифрам, по сравнению с 2014 годом, в 2017 году образовательной организации пришло 2,5 раза молодых педагогов, это 357 человек. Это нас очень радует. На сегодняшний день желающих прийти образовательной организации, выпускники, они есть. Даже вот мы говорим о электронных вот этих вот, да, цифровых ресурсах, даже на сайте и управления образованием Горбача Баксара, на сайте института образования есть баннер, кадры. Там указаны все образовательные организации, где имеются вакансии, какие специальности, какое количество часов и какие там имеются льготы. Чувашский государственный педагогический университет в прошлом году осенью запустил очень интересный портал. Это карта размещения вакансий. На данной карте показаны школы, какие специалисты там требуются, какое количество часов и какие условия они предлагают. И поэтому на сегодняшний день любой выпускник может посмотреть этот электронный портал или баннеры, которые у нас есть, и получить информацию. На самом деле таких вот проблем нет. Конечно, по старинке некоторые звонят прямо в управление образованием, звонят образовательные организации, к нам в министерство, просят разъяснить, объяснить, подсказать, где можно найти работу. На самом деле вот эти электронные ресурсы, они нам очень хорошо помогают. Даже на сайтах образовательных организаций есть бегущая строка, какие, соответственно, педагоги требуются. Конечно, это у нас более проблемный вопрос, это учителя математики, физики. В связи с тем, что растет количество первоклассников, это учителя начальных классов. Но образовательные организации решают эти вопросы. Есть у нас руководители, которые своих имеющихся педагогов переквалифицируют, например, в сельской местности происходят. То есть уменьшение количества детей и количества часов. И, соответственно, педагоги у нас на сегодняшний день становятся многопрофильными. И образовательные высшие учебные заведения сейчас выпускают специалистов, стараются выпускать специалистов не одной направленности. Например, учитель химии, биологии, специализации, например. Учитель истории, общества, знания, учитель русского языка, английского языка. Культурология. Культурология, да. На сегодняшний день мы все хотим, чтобы наши выпускники пришли в школу. Вот такая задача поставлена. И руководители образовательных организаций к себе приглашают. Настыжевовку, выпускников, студентов Чувашского государственного педагогического университета с третьего курса. У нас и такая практика есть. В то же время, когда приходят на практику, ведут работу с этими педагогами. И молодой педагог, который приходит в школу, на сегодняшний день не остается один. Один с учениками, сам собой, да. Создано условие по наставничеству. Педагоги, которые имеют там хороший опыт работы, они сопровождают этих молодых педагогов. И, конечно, и администрация школы делает все, чтобы они остались в школе. Вот у вас, говорите, проблем с кадрами нет по всему району? Или все-таки есть? Проблемы с кадрами есть. И они, в общем, в общей тенденции находятся. У нас на данный момент в районе не хватает учителей начальных классов, как Альтина Николаевна сказала, и учителей иностранного, в частности, английского языка. Это уже многолетняя проблема. Удается нам, директорам школы района, решать этот вопрос. Где-то за счет совмещения, где-то за счет каких-то других ресурсов, возможно. Но, тем не менее, проблема, она существует. Я думаю, что везде. В Цельском районе продумана система мотивации, система стимулирования молодых специалистов. И у нас уже не первый год действуют следующие. То есть, молодые специалисты у нас в районе имеют следующие возможности. Во-первых, это двойной оклад при поступлении на работу в течение трех лет, независимо от категории. То есть, молодой специалист может получать зарплату на первом этапе своей профессиональной деятельности в течение трех лет на уровне учителей высшей категории с хорошим стажем и с хорошим русской. Но за три года он должен будет показать каким-то образом уже свой рост, небольшую долю профессионализма для того, чтобы получить категорию. И то есть, обеспечить тот же уровень зарплаты уже своими достижениями, достижениями своих детей. Хочу сказать, что не очень быстро, как нам хотелось бы, не в том объеме, но все-таки это играет роль. И поэтому в этом году молодых специалистов у нас будет больше, чем в прошлом году. В частности, в нашей школе мы принимаем семь молодых учителей. Часть из них – это те, кто прошли переподготовку, и из них четыре молодых специалиста. То есть, вот возможности у нас уже есть. Ну, надеюсь, что если педагогический университет, мы сотрудничаем с этим университетом, мы посещаем все ярмарки, вакансии всегда, Цивильский район, мы стараемся привлечь молодых людей. Думаю, что если университет с нами и дальше будет так сотрудничать наш педагогический, то, наверное, когда-то проблема с кадрами должна будет решаться, в том числе и в нашем районе. Спасибо. Леонид Викторович, вы уже немножко раскрыли нам карты, как у вас там дела с кадрами обстоят. Вот давайте более подробно об этом поговорим теперь. Вообще образовательной степени у нас нет проблемы, потому что мы тут рядом с педагогическим институтом, мы очень тоже тесно сотрудничаем. И лучшие выпускники к нам приходят. Я могу это подтвердить. У нас стипендиаты и президенты Путина работают, и другие хорошие специалисты приходят. И наставничество колоссально эффект дает. У нас создан клуб молодых педагогов, и Жаркова Надежда Ильинична, у нас такой очень талантливый ветеран педагогического труда. И она пекает. Для них она и методист, и мама, и администратор, и на уроки ходит, и статьи пишут в газетах. И мы сохранили, и сохраняем молодых. Первый год для молодых это очень сложно, вот коллеги подтвердят. Это адаптация, социализация, другой ритм жизни, дети еще. Тут у нас как раз подростковый возраст, студенты, сложно. Но помогаем. И клуб молодых педагогов, это очень хорошая, эффективная, результативная работа, помогает нам. Ну, а по предметам спецдисциплины, тут есть, конечно, сложности. Нам приходится совместить или сельхозакадемию, привлекать. У нас пять человек, доцентов у нас работают. Ну и континент большой у нас, и часов много. Три корпуса, трех учебных корпусах. СМАДИМ и Чебоксарский политехнический институт. Потому что сложнейшие дисциплины и спецдисциплины лучше, качественно преподают. Но мы решили кадры готовить из своих выпускников. В прошлом году у нас, в этом учебном году закончил один студент. Он получал в течение года, в соответствии с постановлением, каждый месяц по 10 тысяч. Подписав договор с министерством, что он вернется к нам на работу. В этом году сейчас еще пять человек отобрали самых лучших студентов из выпускного курса. Это два автомеканика, я так упрощенно называю, два прораба и два техника по дорожным строительству. Они сказали, Леонид Ильич, пожалуйста, нас заявите, мы готовы подписать договор, платите нам 10 тысяч ежемесячно на последнем курсе, и мы вернемся работать. Я думаю, это серьезная поддержка стороны правительства, подготовки преподавателей в спецдисциплине. Лучше готовить и свои. Это мое личное мнение. С стороны пришедшей они из своей корпоративной культуры, своей традиции, своей привычки. Им очень сложно к нашим коллективным привыкнуть. Поэтому, я думаю, в ближайшее время преподавателям из спецдисциплины мы проблем решим. Желающих работать преподавателем среди наших выпускников достаточно много. И хорошие, талантливые. И стипендиаты главы. Их у нас сегодня 23 человека получают. Заслуженно получают. И вообще в техникумы сейчас идут хорошие ребята, смотрят в средний балл, там чуть ли не 5. Конкурс. В некоторых техникум у нас уже по 5-6 мест на бюджетные места. Перспективы, то есть проблема решается, пути решения, это проблемы, кадровые проблемы найдены. И благодаря Министерству, правительству и поддержке молодых педагогов. Вот в школах два оклада, но мы полоклада доплачиваем в течение трех лет. И гранты, ежегодно мы разовые, по 10 окладов молодым педагогам, кто желает поработать 36 месяцев, это обязательство. У них прописано в наших локальных актах. Мы выплачиваем. Это очень серьезная поддержка, чтобы молодых, чтобы они остались здесь. Но мы и жилфонд имеем. Мы и жилищие. Жилплощадь предоставляем на период работы. Как у нас в столичных школах дела обстоят все-таки на примере вашей школы? На сегодняшний день, конечно, у нас нет кадровой проблемы. Мы в этом году взяли учителя математики дополнительно, так как количество часов увеличивается. Многие учителя прошли переподготовку филологии, так как русский язык и литература востребованы уже тоже с увеличением количества педагогов. Вот хочется единственного хореографа своего, которого у нас не было. Вот, вакансию мы выставили, надеемся, найдем. А так, в прошлые годы в основном было много молодых специалистов. Именно в начальную школу приходили. А в этом году нет пока что ни одного педагога молодого. Кадры все, в принципе, все есть. Из молодых педагогов в основном это 60% они остаются в горсочек. Да, да. Те, которые пришли, они у нас остались. Вот и работают. Третий год многие кто-то уже перерос. Стали сами уже опытными. Это первые годы. Буквально два года назад была востребована с молодыми специалистами. Наша школа выросла практически в два раза. Когда я пришла, только было где-то 340 детей, а сейчас 750 детей. Поэтому в два раза увеличилось количество учителей и учащихся. Надеемся. А в целом по республике есть какие-то такие прям очень проблемные школы, где вот прям совсем не хотят идти и не хватает? Может быть, обратиться, может быть, услышат, увидят сегодня? У нас сегодняшний день, конечно, в муниципалитетах, где есть определенные вопросы по кадрам, они заключают договора с выпускниками. Они создают условия и по целевому обучению, рассматривают и стипендии. У нас есть муниципалитеты, которые и предоставляют жилье. Этот вариант тоже рассматривается. Но, конечно, говорят о том, что проблем нет, мы не можем. Внутренними ресурсами вопросы кадровые решаются. Но, конечно, хотелось бы, чтобы пришли в школу молодые педагоги. Все же есть школы, где у учителя, например, 300 с лишним часов нагрузка. Это очень много. Много, да. Много. Есть школы, где не хватает учителя английского языка. Это очень большая проблема, потому что количество детей растет. Тем более иностранные языки мы изучаем по группам, дети делятся на группы, они целыми классами обучаются. Но я думаю, что те варианты поддержки молодых педагогов, которые есть на сегодняшний день, но мы будем рассматривать и другие варианты, думаю, что вот этот вопрос будет разрешен. Каждый новый учебный год – это, в любом случае, такой новый этап, новый период для родителей где-то, для самих учеников. Может быть, они сами не понимают, но мы пообщались с учениками, которые идут в первый класс, которые идут в одиннадцатый класс. Давайте посмотрим, что они говорят, как они готовятся к новому учебному году. Пытаюсь морально настроить себя, что нужно уже учиться серьезно, готовиться к экзаменам. Так как ОГЭ было не такое страшное, ЕГЭ впереди, немного страшно. С мыслями я, конечно, иду хорошими, настрою меня бодрой. Когда я была в первом классе, это было более подготовлено, то есть я переживала, думали, что мы купим, какую блузку, как я буду выглядеть, как это будет все смотреться. Сейчас же я отношусь к этому проще, я уже более спокойно, более строгий стиль. Ты уже приходишь осознанно, получаешь знания, выполняешь задания и подготавливаешься к единому государственному экзамену, который тебя приведет уже в твой будущий институт. Твоя будущая профессия и складывается в твое будущее. Конечно, одиннадцатый намного волнительнее, чем какой-либо другой класс. Он последний. Нужно запомнить все, что было в школе. Нужно сделать то, что не успел. Именно на этот учебный год я планирую окунуться больше в учебу, нежели чем в какие-то кружки. Больше заниматься именно учебными делами. Посещать репетиторов, может быть, какие-то образовательные, дополнительные учреждения. В школе посещать их, потому что в нашей школе тоже они есть. Я пойду 1 сентября в первый класс. В школу я с собой возьму тетради, карандаши и ручки. Мне купили школьную форму, чтобы я была умной, чтобы я училась, чтобы мама с папой меня гордились. Я хочу стать, когда вырасту, учительницей. И что же советуют психологи? Мы тоже сходили и узнали. Несколько советов от психолога сейчас тоже послушаем. Родители первоклассников и родители выпускников очень между собой похожи. Поскольку они несут в себе все свои страхи и сомнения и перекладывают их на своих детей. Почему-то они считают, что взрослый человек где-то не справится. Почему-то считается, что первоклассник тоже с чем-то не справится. Хотя первоклассник, который личностно, действительно личностно, внутренне созрел для того, чтобы стать школьником, он готов ко многим вещам. И поэтому какие важные аспекты здесь существуют? Во-первых, принять то, что ребенок, который поступает в школу, есть такие моменты, как личностная готовность, интеллектуальная готовность, мотивационная готовность и развитие воображения. Вот эти четыре компонента, они являются первостепенными для того, чтобы мы воспринимали личность будущего первоклассника полноценно. Очень важно, чтобы доверие не потерялось между родителем и ребенком. Поскольку, если родитель с малых лет будет ограничивать ребенка, давать ему чрезмерно много советов, которые не будут нужны именно в это время ребенку, и они не будут звучать как, опять же, диалог, они будут звучать как требование, как настоятельное какое-то решение, сделай так. А тогда ребенок, конечно, не будет считать нужным подойти к родителю. Существует общероссийский телефон доверия 8 800 2122. Ни один звонок не остается без ответа. Каждый обязательно находит своего психолога, с которым может поговорить. Эта линия, она и для взрослых, и для детей, и для подростков. То есть может туда позвонить и рассчитывать на то, что общение будет анонимным. Мобильная бригада, она отличается тем, что может выехать срочно по запросу. Если это касается психолого-педагогических моментов, если это касается трудной жизненной ситуации, выезжает бригада, которая может состоять из педагогов-психологов, социального педагога, юриста, медицинских работников, для того, чтобы, опять же, снизить уровень напряжения, помочь в текущей острой ситуации и взрослым, опять же, и детям справиться с ней, опять же, помочь увидеть пути решения, все альтернативы, какие можно увидеть в данный момент, и сгладить конфликты. Свою деятельность осуществляет мобильная бригада на территории всей Чувашской республики. То есть, независимо, случилась ли ситуация в районе, либо в городе, в любом муниципалитете, вы можете позвонить по номеру 217-099 и сообщить о том, что такая кризисная ситуация есть, нам нужна помощь. В сюжете мы увидели о том, что работает в республике у нас мобильная бригада помощи. Вот расскажите немножко о ней подробнее, потому что, как давно она существует, кому она помогает? Мобильная бригада, идея создания мобильной бригады появилась в прошлом году, в 2017 году, когда мы в прошлом году запустили в августе месяце автокараван, выезжали во все муниципалитеты Чувашской республики, встречались мы с родителями, педагогами, с детьми общались, и очень много вопросов было задано нам по поводу психологов. На территории Чувашской республики психологов не хватает. Когда ребенок приходит в школу, первый класс, когда ребенок вступает в полосу переходного возраста, возникают конфликтные отношения между подростками, бывают конфликтные отношения между учителями и учеником, очень часто возникают конфликты между родителями и детьми, и было принято решение создать мобильную группу. В мобильную группу входят у нас психологи, психиатры, медицинские работники, и если есть обращение со стороны родителей, детей, педагогов, мобильная группа выезжает во все муниципалитеты. Мы готовы оказать помощь и в конфликтных отношениях, которые возникают между родителями, детьми, учениками, учениками-родителями. Мы готовы им помочь, если мы получаем такой звонок, получаем приглашение. Таких выездов в течение года было достаточно много, и рассматривали различные вопросы. Ну, нужен ли вот такой вот и мобильная бригада, и мобильный телефон с помощью психологической, о которой мы говорили? Вот как вы чувствуете по своим ученикам, все равно же видите, как идет взаимодействие? Нужно, потому что они все дети доверяются своими родителями или педагогам, или расскажут. А здесь, когда есть чужие люди, которые могут выслушать или рассказать свои проблемы, я думаю, что очень нужно. Я поддерживаю коллегу. При нашем ритме жизни личностное общение, оно сейчас будет играть значительную роль. Почему? Потому что есть возможность ребенку еще где-то высказаться в социальных сетях, а это не всегда безопасно. И для того, чтобы наши дети имели возможность пообщаться с хорошими профессионалами, я считаю, что вот такая практика автокараванов, с привлечением и наших тоже психологов, которые могут, знают детей, она будет очень продуктивная, скорее всего. И именно, повторяя, личностное общение, а не возможность каких-то других выходов из создавшегося ситуации, которые у детей бывают практически повседневно, потому что все-таки социализация, она проблемная бывает иногда в наших коллективах. А психологи вообще в школе есть? Вот такие живые люди, которые... Дополнительно уже в этом году мы ставку увеличиваем в связи с увеличением количества обучающихся, увеличиваем ставку тоже. Дети иногда хотят пообщаться с посторонним человеком. С чего? Да, хотят рассказать свои проблемы не тому человеку, который рядом всегда, а может стесняться, может, хочет скрыть информацию. И поэтому есть такие случаи, когда ученик расскажет свои проблемы посторонним человеку, другому психологу. Поэтому и было принято такое решение. А в техникумах тоже есть такая служба? Или это надобности нет уже, потому что... Психологи, наверное, в любом возрасте нужны. И всем нужны. И не только в школе, в садике. Вот, например, у нас 500 человек сейчас придут из обычной своей школы, где они 16 лет прожили на селенной помощи. Им нужно пройти процесс адаптации, да? Да. И они в чужой коллектив, в чужой город, в чужой коллектив попадают. Тут обязательно помощь нужна. И к нам в техникум. Ведь подростки приходят. Это самый, я считаю, это самый сложный возраст подростковый. Когда идет формирование характера человека, самоутверждение. Вот здесь психолог нужен. Обязательно. У нас только в штате один психолог, но в этом году второй психолог у нас. Мы будем искать специалиста второго. Спасибо большое за этот диалог, за эту возможность высказаться, пообщаться. С вами очень интересно. Надеюсь, что новый учебный год принесет нам только отличные результаты. Всех поздравляю с наступающим. И до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Приходите к нам почаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова